МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей в студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Выпила и пошла гулять. Запах перегара присутствовал. Я так думаю, что, скорее всего, это просто ребенок захотел пить. На улице Кирова задержали пьяную пятилетнюю девочку. Лечить пострадавших от взрыва будут в столице. Отца и двоих детей спецбортом МЧС доставят в Москву. Состояние двух других детей улучшается. Пока раны затянутся, заживут. То есть на это нужно время. Школьникам разрешили фрукты и йогурты. Разбойников в масках и стопорами задержали. Между сиденьем возле рычага я увидел барсетку. Я протянулся, схватил ее и начал выбегать. В Павлоградке раскрыли банду, один из членов которой оказался убийцей. Переполох светлым. Минирование пятиэтажки в поселке оказалось сложным под подозрением подросток. И минус сорок. После крещения синоптики обещают омичам сильные морозы. Пятилетнюю девочку, которая отравилась алкоголем, выписали из больницы. Домой малышку забрала ее мать. Между тем, полицейские продолжают проверку по факту случившегося. Напомню, ребенка, катающегося на горке, в летней одежде заметили прохожие. Неравнодушные горожане тут же завели малышку в ближайший магазин, вызвали скорую полицейских. Как выяснили оперативники, выпившая девочка – дочь ранее судимого безработного мужчины. Родители Крохи на контакт с журналистами не идут. Но наш корреспондент Екатерина Булучевская встретилась со спасителем ребенка. Подробности в сюжете. Пятилетнюю малышку, которая едва держится на ногах, продавцы этого магазина запомнят надолго. Около шести часов вечера сюда пришла молодая девушка с девочкой, одетой лишь в летнюю футболку, легкие штаны и сандали. Единственным зимним предметом, говорят сотрудники универсама, была заснеженная ледянка. При этом руки девочки уже покраснели. Еще бы минуты и началось обморожение. Впрочем, работников удивил не только внешний вид Крохи. От пятилетней девочки явно пахло спиртным. Она так мычит и все, да-да, нет-нет, кивает и либо отрицает. Запах перегара присутствовал. Я так думаю, что, скорее всего, это просто ребенок захотел пить, что он на столе ушел, то и попила. А ей пока она у вас была, было плохо как-то? Или она себя вела абсолютно спокойно? Нет, она пила чай, ела шоколад. Абсолютно нормальный ребенок, упитанный. Ну, как бы я бы не скажу, что она там плохо одета. Просто по-домашнему одета. Как оделась из дома, так и побежала на улицу. На контакт с продавцами девочка не шла. На вопросы о себе и родителях не отвечала. Девушка, которая привела малышку в магазин, пояснила. За полураздетым ребенком бежало несколько дворов. Уже в магазине взрослые вызвали полицию и скорую. Правоохранители узнали в ребенке дочь одного из местных жителей. По предварительным данным, 35-летний мужчина, ранее судим, сейчас не работает. Скорее всего, отец находился с дочерью дома. Выпил и уснул. Ребенок плакал, часто слышал, ребенок плакал. Девочка, видимо, пробовала напитки отца. В ее организме врачи обнаружили 0,8 промилле алкоголя. Малышку доставили в токсикологический центр с диагнозом алкогольное отравление. Однако стадию опьянения, говорят специалисты, можно определить только у взрослых. У детей все иначе. Алкоголь на растущий, неокрепший организм действует быстрее, нанося непоправимый вред. К чести для пятилетней Крохи ее прогулка после глотка спиртного ущерб здоровью не нанесла. Сегодня ее выписали. Домой девочку забрала мама. Никаких травм, побоев, обморожений, ссадин у девочки не было. После чего связались с органами опеки, составлены все необходимые документы, бумаги. Семья теперь будет поставлена на учет. И далее с семьей будут заниматься органы социального обеспечения соответствующего департамента. В отношении горе-папаши полицейские уже составили протокол за плохое исполнение родительских обязанностей и за то, что дочь была пьяной. Семью поставят на учет. Отмечу, за год в детский токсикоцентр попадает примерно полсотни ребят с острым алкогольным отравлением. В основном это подростки. Случаи с малышами крайне редки и происходят, как правило, по недосмотру родителей. Екатерина Булучевская, Наталья Бельская, Павел Манжос и Денис Лопарев. 12 канал. Трех человек пострадавших от взрыва газонакордная сегодня в Москву доставят спиртсбук. Бортом МЧС. Самолет уже прибыл в Омск. Отца семейства, а также его сына и дочь перевезут в Институт хирургии Вишневского и детскую клиническую больницу Спиранского. Самолет ТАН-148. Это, по сути, воздушная скорая помощь. Спецборд спасателя оснащен всем необходимым оборудованием для комфортной и безопасной транспортировки пациентов. В том числе аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Как пояснили в региональном Минздраве, состояние четверых детей и двоих взрослых, находящихся в ожоговом центре Омска, стабильно тяжелое. Все пациенты в сознании, им оказывалась вся необходимая помощь. При этом омские врачи постоянно консультируются в режиме онлайн со специалистами ведущих московских центров. Дело в том, что степень тяжести ожогов определяется спустя 3-4 дня. Поэтому врачи не дают прогнозов. Сейчас медики оценивают, смогут ли пациенты перенести перелет в столицу. Пострадавшие от взрыва газа Гульмиру Бакееву перевели в общую палату. Ее состояние стабилизировалось. Сегодня женщина уже сможет пообщаться с родными. Уже могут самостоятельно питаться двое других детей. Бакаевых в частности врачи разрешили родственникам принести для ребятишек фрукты и йогурты. Дети просят кушать. Это уже хороший показатель. Что, как, мы ничего не знаем. Степень ожогов. Вот только что узнали об этом. Рано судить о пересадках. Пока раны затянутся, заживут. На это нужно время. Добавлю, что на месте ЧП специалисты заканчивают обследование дома. Результаты в ближайшее время будут переданы в департамент финансов, который определит размер выплат пострадавшим. Кроме того, строители разобрали завал и вывезли крупный мусор, в том числе разрушенные межкомнатные перегородки, которые вынесло ударной волной. На этой неделе строители приступят к восстановлению пострадавшего подъезда. В этом году голубое топливо подведут сразу в несколько районов области. Об этом сегодня было заявлено на заседании правительства региона. Уже утвержден проект планировки, межевания территории газопровода к магистральной газораспределительной станции. Разработать сам газопровод предстоит облгазу. Строительство начнется в середине года. Параллельно ведется проектирование межпоселковых развязок, уже готовые 7 из 19 проектов. Особый контроль по поручению главы региона взяты внутрипоселковые развязки, особенно там, где разработкой документации и проведением газопровода местные жители занимались за свой счет. Несмотря на почти полную готовность, газ в некоторых поселениях, к примеру, в Горьковском и Кормиловском районах, до сих пор так и не провели. Факты надо выявить. Если это подрядчики обманывали людей, это мошенничество. Это уголовная статья. Сегодня всю ответственность несет правительство. Потому что на территории Омской области это произошло. Надо выявить в понедельнику, где такая ситуация есть. И когда будете корректировать план газификации, просьба большая, учесть по максимуму, чтобы мы туда могли подвезти в ближайшее время газ. И сегодня же стало известно, что обманутым дольщикам снижена аренда за землю практически в 10 раз. Члены правительства сегодня приняли соответствующие поправки. Так, льгота распространится на земельные участки, занимаемыми домами, застройщики которых обанкротились. Права на них переданы жилищно-строительным кооперативам, созданным дольщиками. Ставка составит всего 0,75% от кадастровой стоимости участка. В Лаградском районе поймали преступников, которые совершили несколько разбоев, действовали всегда в масках, а с собой брали топоры-дубинки. В прошлом году двое местных жителей ворвались в дом к пенсионерам. Они надеялись украсть у мужчины крупную сумму, отложенную на свадьбу внучки. Не обнаружив денег, грабители избили хозяина и скрылись. Эти же преступники напали на семейную пару. Отобрать удалось 400 тысяч рублей. Время в ходе следствия злоумышленников на шлем на имя оказались мужчины 25 и 34 лет. Тут между сиденьем возле рычага я увидел барсетку. Я протянулся, схватил ее и начал убегать. Побежал я в сторону 8 марта по переулку. Также в руках была у меня барсетка и на голове маска. Предполагается, что в преступной группе был и третий подельник в сезон, попал раньше своих соучастников, причем по подозрению в убийстве. В июле в Павлоградском районе на пикнике с шашлыками убили трех молодых мужчин. Убийца вывез тела и спрятал в лесополосе. Оказалось, что парней пригласил выпить за мировой местный житель, который раньше с ними конфликтовал. Сельчанин и его сын-подросток вероломно расправились с трапезниками, кого-то застрелили, кого-то зарезали. В итоге выяснилось, что мстительный сельчанин и таинственный подельник разбойников одно лицо. Следствие продолжается. Что касается двух задержанных фигурантов, то по статье «Разбоем грозит от 7 до 12 лет колонии». Амичи отправили в Москву новые универсальные модули для сборки второй летной ракеты-носителя «Ангара-5». Производственное объединение «Полет», омский филиал центра «Хруничево», на базе которого серийно выпускают универсальные ракетные модули, отгрузил на московскую производственную площадку очередные два модуля. Окончательная сборка ракеты пройдет в Москве. Напомню, двумя эшелонами из Омска в столицу были доставлены еще два модуля и стендовый образец одного из них. Последний сейчас находится на испытаниях, цель которых — оценить технологическую готовность Омской площадки к крупносерийному выпуску модулей для ракет семейства «Ангара». Сейчас на предприятии изготавливаются отдельные детали для ракет. Добавлю, что налетные испытания космического ракетного комплекса на космодроме Плесецк начались в 2014 году с успешного пуска легкой ракеты. После в космос отправили тяжелую версию «Ангары». На Омск надвигаются 40-градусные морозы. Накануне крещения в области начнется серьезно холодать. Погода будет безветренной и с резкими перепадами температур. Ее окажется под действием арктического антициклона. Так, днем 18 января столбик термометра опустится до 18 градусов, а ночью — до 25. В северных районах показатели дойдут до минус 31. В пятницу днем 19 января незначительно потеплеет. На улице будет минус 20. А после захода солнца столбики термометров приблизятся к отметке в минус 36. Люты морозы прогнозируются в воскресенье и понедельник. Температура на улице опустится до минус 40 градусов. По тем картам прогностическим, которые мы видим, там с 21 по 24 января будет температура еще ниже. И мы ждем, что, может быть, в отдельных районах области температура достигнет 40 градусов мороза. Одно радует, что в этот период, когда у нас будут сильные морозы, то ветер будет небольшим. Скорость ветра может быть самая большая — 3,8 метра в секунду. Но даже, может быть, в отдельных районах штель. В связи с такими низкими температурами специалисты предостерегают людей перед крещенскими купаниями. Необходимо подготовить организм к мовению в ледяной воде. Лучше всего сейчас закаляться обливаниями и больше гулять. Окунуться в прорубь жители региона смогут в 37 местах. Будут оборудованы 42 купели. По одной в каждом районе, по две в Москаленках и в поселке Новая Станица. Последних, к слову, ближе всего находится к городу. В 20 километрах от Омска за танковым институтом. Это самое удобное место, куда смогут приехать и мечи. Ранее горожане предпочитали нырять в прорубь в Большой Кулаче. Однако в этом году из-за частичного разрушения дамб озеро значительно обмелело. Совершать православный обряд здесь небезопасно. Сообщение о минировании пятиэтажки в Светлом оказалось сложным. Все произошло вчера. Как сообщают в соцсетях очевидец, в полицию позвонили и сказали, что в доме бомба. На место происшествия приехали пожарные, полиция, скорая, всего около 10 машин. Жильцов в срочном порядке эвакуировали, людей разместили в автобусах. В здание вошли саперы и выяснилось, что угрозы взрыва нет. Подозрительных предметов не обнаружено. Есть информация, что удалось вычислить звонящего. Им оказался подросток. Вчера вечером в полицию обратилась пенсионерка, проживающая в доме по улице Маргелова. К ней в квартиру позвонил неизвестный и сообщил об опасном предмете в ее квартире. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии. В ходе проверочных мероприятий информация не подтвердилась. Установлено, что звонившим является 14-летний житель Черлакского района Омской области. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Добавлю, что телефонному террористу грозит уголовная ответственность и реальное лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Если же следствие выяснит, что сообщение о минировании парень сделал из хулиганских побуждений, ему придется заплатить штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Или три года заниматься общественными работами. В Одесском районе объявлен карантин из-за вспышки бешенства. Сразу три очага обнаружили специалисты Росельхознадзора в селах Побочная и Благодаровка. Заразились и погибли дикое лиса и два домашних животных – собака и корова. Последних обнаружили хозяева. Мертвую лису заметили случайно. Обо всех случаях селяне сообщили ветеринарную службу. Ведь трупы, зараженных бешенством животных, представляют смертельную опасность для людей. Карантин пока установлен до 12 марта. Как пояснили специалисты ведомства, Омская область считается стабильно неблагополучной с точки зрения бешенства животных. Очаги этого заболевания выявляют регулярно. Например, в прошлом году их было 10. Как показывает анализ заражения домашних животных бешенством, в большинстве случаев происходит при контакте с дикими зверьми. Основной эффективный способ предотвращения бешенства – вакцинация. При малейшем подозрении необходимо обратиться к ветеринару. В этом году на трассах региона установят 58 камер фиксации нарушений правил дорожного движения. 44 из них разместят в Омске. Практически на всех центральных магистралях. Так, превышение скорости будут отслеживать на Фрунзенском и Октябрьском мостах, на транспортно-развязке у телецентра, улицах Лукашевича и Конева, а также на объездной дороге континента. Аналогичные камеры появятся на Иртышской набережной и проспекте Королева. Добавлю, что некоторые камеры будут также фиксировать номера машин, проезжающих на красный свет и выезжающих за стоп-линию. Такими оборудуют пересечение улиц 70 лет Октября и Конева, Жукова и Красных Зорь, Иртышская набережная и Крылова. А также ряд других перекрестков. Установят видеофиксаторы на региональных и федеральных трассах в направлении Новосибирска, в районе села Троицкого и поселка Лузина, а также у некоторых населенных пунктах в направлении Тары, Тюмени и поселка Чурлак. О спорте в овертайме со счетом 3-4 омский «Авангард» уступил магнитогорскому «Металлургу». На это поражение для Ястребов стало уже третьим. Счет на табло уже на второй минуте матча открыли гости. Правда, к середине первой 20-ти минутки на роскошным броском по воротам соперникам Андрей Петерсон вернул в игру равновесие. Вперед «Авангард» вывел Кирилл Семенов, однако эта шайба также не осталась безответной. Победу Ястребом не принес и гол Евгения Медведева. В финальном периоде соперники снова сравняли счет и перевели игру в овертайм, где последнее слово оставили за собой. Я думаю, это все-таки психология, что в матче в Сибири, что сегодня мы где-то встаем, начинаем играть на удержание счета, хотя ребятам всегда говорят, чтобы играть 60 минут. Вот как мы построили план на игру, чтобы играть. Здесь все-таки у них еще засело где-то в голове, надо выталкивать оттуда. Что если ведем в третьем периоде, надо все равно играть так, как мы играем. Реабилитироваться «Авангард» постарается. Завтра на своем льду ястребы примут «Челябинский трактор». Игрок 12 канал покажет в прямом эфире. Начало в 18.50. Между тем, еще один игрок «Авангарда» начал подготовку к Олимпийским играм в Корее. Защитник Юна Санелев вошел в состав сборной Швеции. В список попали 10 игроков континентальной хоккейной лиги. Среди них и бывшие ястребы-защитник Ири Густавсон и нападающий Денис Эверберг, ныне выступающий за нефтехимик. Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Соперниками шведов в групповом этапе Олимпийских игр станут сборные Финляндии, Норвегии и Германии. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По здоровью есть вопросы. 48 38 38. Коллаген Либридерм. Упругость и сияние кожи. Доказано наукой, проверено мной. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Ходил раньше Дмитрий Зеселькуля за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низко цене, что и склад, и магазин. Здесь био-йогурт в немишко. 125 граммов. Всего 20 50. Вот это цены. Экономит теперь Дмитрий и на машину новую копит. Мейджор Экспресс. Движение вперед. Внимание к деталям. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Шоферская комиссия МЭДЭКС Клиника лазерной хирургии. Варикоза нет». Завтра, 18 января, по области в Омске ожидается переменная облачность. Температура воздуха в районах. Ночью 10-11 градусов мороза. Днем потеплее до минус 9. В Омске в ночные часы 11-14 ниже нуля. Днем минус 14, минус 18. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Тяжесть в ногах. Сосудистая сетка. Решение есть. Лечение варикозной болезни при помощи лазерных технологий. Сделайте шаг вперед к лечению варикоза. Вы можете записаться на прием к врачу по телефону. 563-111. Клиника лазерной хирургии. Варикоза нет. Пока это все новости. Эфир 12 канала продолжит программа «Благовест». До встречи в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова